Девушки отдыхают Он молчит, а ты все знаешь наперед Ведь его глаза, как айсберг, холодный лед В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше одна Он молчит, а ты все знаешь наперед Ведь его глаза, как айсберг, холодный лед В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше будь одна Он тебе позвонит, а ты ему рада Он на тебя, как магнит, но ты не та, кто ему надо Слезы, раны, ты попала в капканы Его слово манит, ты без ума от его взгляда И этот кадр будто в старом кино Когда он рядом, не в режиме с лома Ты навела ему невидимый храм Кто, кто ждет тебя там, он молчит, а ты все знаешь наперед Ведь его глаза, как айсберг, холодный лед В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше одна Он молчит, а ты все знаешь наперед Ведь его глаза, как айсберг, холодный лед В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше одна Оглянись, этот мир, он наполнен светом Ты ведь знаешь сама, ни к чему советы Выбери себя, вчера пусть станет пылью Снова сможешь любить, обретая крылья Он молчит, а ты все знаешь наперед Снова сможешь любить, обретая крылья В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше одна Оглянись, этот мир, он наполнен светом В них ни капли любви, в них одна пустота Лучше, милая, беги, чем с ним, так лучше будь одна Вот такая она, Маргарита Пасаян, ее музыканты. Аплодисменты! Спасибо огромное. Рита, привет! Привет! Во-первых, очень приятно познакомиться. Эдра, ты у нас впервые, поэтому, ну уж прости, немножечко от Адама начнем. Вдруг кто-то ни разу тебя не видел, не знает и так далее. Вот скажи, пожалуйста, есть у тебя такая статистика, собственно, сколько лет ты уже выходишь на сцену в качестве вокалистки? Ну, если считать прям вот первый-первый шаг на сцену, это, наверное, лет в 14 я в первый раз вышла. Но и с тех пор... Что за сцена такая была лет в 14? Это, на самом деле, была сцена конкурса, городского конкурса на тот момент. И, в общем, мне было 13 лет, и я тогда впервые наконец-то уговорила родителей участвовать в конкурсе и взяла гран-при. Это было мое первое такое... Сразу? Вышла и сразу в гран-при. Ой, как это так вышло? Прости, пожалуйста. Как это так вышло я? То есть ты просто дома ходила, пела, 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 потом и дай-ка поучаствуй в конкурсе. Да, недавно вспоминала свой первый микрофон, это была насадка от пылесоса. Ну, мы все начинали, кто-то с расчески, с массажной. Но табуретка должна была быть. Табуретка. Это когда Дедушка Мороз приходит. Слушай, ну, насколько мы знаем, ты вот после этого конкурса, который был в 13 лет, и который сразу в гран-при, ты потом прошла через большое количество конкурсов, можешь, ну, может быть, как-то там их для себя там подразделяла, считать, что вот какой ты был определяющим, самый главный, решающим, когда ты все окончательно для себя решила, я певица, и я пойду по этой тропе. Я решила это еще до конкурса, на самом деле. И, собственно, я понимала, что нужны эти конкурсы для того, чтобы оттачивать свое мастерство. Также, наверное, я и в Москву переехала, поскольку я понимала, ну, я смотрела просто «Утреннюю звезду» в детстве. Помним такой конкурс. И там, да, написано было, что заявки принимаются на Королева 12, а я знала, что это в Москве, и я поняла, что мне нужно в Москву. Ты писала на Королеву 12? Я не писала, я прям бандеролью сама приехала. Ведь можно было написать. Ну, не сильно. Это слишком логичный метод, понимаешь? Хорошо. Это слишком просто было. Но ведь кто-то еще помнит тебя под псевдонимом Аришата. Есть такие? Да, есть такие. Скажи, пожалуйста, про этот период твоей биографии. Это, кстати, замечательный период моей биографии. Мне очень всегда нравилась музыка в стиле R&B и Soul, и я, в общем-то, такую музыку писала и такую исполняла. И вот как-то раз искали для проекта как раз для Евровидения девушку, которая бы пела подобную музыку, ну, что-то такое а-ля Кристина Агилера. И через друзей, в общем, вышли на меня, и таким образом я попала на отборочный тур Евровидения. И когда встал вопрос, а как же меня назвать, я в тусовке, в общем-то, называлась Аришата. А почему? Это что такое? Да вообще не знаю. Что такое Аришата? Просто друзья придумали. Не сказать, что для R&B Дивы Маргарита Пазаян слишком длинно. Да-да-да. Долгану Маргариту. Вот Кристина Агилера — это в одно слово, а Маргарита Пазаян — это два, да. Слушай, ну почему? Это как-то переводится, что это означает? Аришата, но меня обманули, сказали, что это мое имя на каком-то индийском диалекте. Собственно, я не особенно сопротивлялась. Лапшу-то не стряхивала? Не стряхивала, взяла, проглотила, да, и прекрасно пронесла это даже, вот видите, на... Ну, аришата не захотела остаться, да, решила стать все-таки Маргаритой Пазаян. Ну, как-то решила, да, по-честному надо с именем. Ну, что в самолетах все-таки, когда регистрируешься, узнавали. Бизнес-зал, все. А еще Маргарита была солисткой группы Laya Bomb Band, да, так это звучит, и ведущей на телевизионном канале Arm TV в программе «Открытый эфир». Ого, это что-то в Википедии, да, написано? А что, врут? Нет, нет, на самом деле не врут. Действительно, я выходила в прямом эфире, ко мне приходили гости, конечно, мои коллеги, и в прямом эфире целый час я задавала им вопросы, и они на них, надеюсь, честно отвечали. Извини, Рит, не про каждого в Википедии пишут. Я согласна. Отдать должность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажи, пожалуйста, какие советы давал? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, на самом деле, да, я это поняла И благодарна, на самом деле, за этот урок Потому что это очень важное замечание И я сейчас уже, будучи педагогом, своим студентом Говорю то же самое Что нужно петь в своей стороне на том языке На котором тебя понимают Потому что, в первую очередь, артист — это рассказчик Это человек, который передает эмоцию Посредством голоса, слов Музыки, конечно Ну вот расскажи, пожалуйста Все приходят, кто после голоса говорит Вот моя жизнь разделилась Она была до голоса и после голоса У тебя, как она разделилась? Действительно, что дал тебе голос? Пинка дал Пинка? Хорошего такого Хорошего Полетела отлично На самом деле, сэкономила Количество, иное количество лет Которые бы я шла, на самом деле Вот туда, куда мне хотелось Опять же, на сцену К расширению своей аудитории К тем концертам, которые я имею сейчас Поэтому это, безусловно, заслуга проекта И я очень благодарна организаторам Вообще тем людям, которые решили привести в нашу страну Этот проект, потому что он действительно классный Он интересный Ну а кроме того, в 2013 году Ты получила премию «Открытие года» На армянской национальной музыкальной премии «Ташир» Это опять-таки уже, да Вообще в целом о твоем багаже Вот этих вот всех достижений, конкурсов Потому что голос был до этого В 2012-м, да В 2019-м твоя команда из Армении Стала победителем проекта «Во весь голос» В двух номинациях «Лучшая команда» И «Лучшая певица» То есть в Армении тебя любят и знают И премии выдают Но премии выдают в России Тем не менее Но армяне, да, все верно Примировали меня в 2013 году Замечательная премия Ну, кстати, она в тот год последний раз выходила В общем, я в последний вагончик заскочила А что касается моей команды То да, я уже выступила в роли наставницы Наставника В проекте «Элина Арифулина и «Во весь голос» И это был действительно интересный опыт И я не один сезон участвовала И вот в 2019-м мы наконец победили То есть в Армении ты часто бываешь? Бываю Но не часто, честно скажу Понятно Все же чаще я здесь Но в каких проектах, вот помимо телевидения Всего, что ты там уже сделала То есть ты больше здесь все-таки в России, чем в Армении Да, я в основном здесь И я, собственно, родилась здесь Здесь моя семья вся В четвертом поколении И поэтому, да, я в основном, конечно же В России и в частности в Москве Ну, песни на армянском у тебя тоже, в принципе, достаточно в репертуаре Вот мы сейчас слышали такой вот микс Вот я люблю очень микс Это не единственная такого рода песня Мне нравится, чтобы было понятно И там, и там Поскольку, конечно, мое сердечко, оно И в России, и в Армении Да, тут как бы кровь не вода Это что-то, понимаешь Продолжим концерт Сейчас на каком языке будет? Сейчас будет на русском Давайте Одна из моих любимых песен Которую часто любят петь в конкурсах Да? Баллада Я же правильно скажу? А помнишь, мы раньше Умели летать Все в наших руках Я тебе говорила Ты верил мне И я не могла тебе лгать Ведь так беззаветно тебя я любила Люблю и сейчас Даже если нет смысла До дрожи, до боли До скомканных фраз Как любят, когда Даже солнца не видно Когда ярче свет Дорогих сердцу глаз Пустые надежды Ушедшие дни За счастье За счастье в погоне Колени разбил И если мне Дорогу к тебе Не найти Зачем я тебя Безнадежно Любила 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 И сейчас Даже если нет смысла До дрожи, до боли До скомканных фраз Как любят, когда Даже солнца не видно Когда ярче свет Дорогих сердцу глаз. Люблю не сейчас, даже если нет смысла до дрожи, до боли, до скомканных фраз. Как любят тогда, даже солнца не видно. Когда ярче свет Дорогих сердцу глаз. Когда ярче свет Дорогих сердцу глаз. Красиво. Да. Ну давай еще немного поговорим. Шесть лет назад, в 18-м году, у тебя вышел альбом с довольно оригинальным названием «Номер один». Ну, в принципе, ты такой пионер в таком названии. Скажи, пожалуйста, а номер два был? Не была. Готовится? А три? На самом деле, недавно встретилась с другом. Когда я сказала, что номер один — это номер альбома, он сказал, да, я думала, номер один — это так называлось. Это ты номер один. Что я номер один. Могло быть и такое прочтение. Как будто ты меня плохо знаешь. Но это довольно неплохо, да. Поэтому номер два по определению, судя по его логике, быть не может. Да-да-да. Иначе как будто бы хуже, чем первый. Будет. Будет. Я думаю, что я, наконец, созрею для того, чтобы, во-первых, собрать то, что уже есть в какой-то абрамите, во что-то такое альбомное, да. Ну и, конечно, добавить туда новые песни. Не уверена, что я сяду с нуля, напишу полностью альбом, потому что это все-таки очень затратно. У нас такой мир, когда все очень стремительно, и, конечно, на альбомы как будто бы не хватает достаточно времени. Главное, что появляются новые песни, одну из которых мы сейчас услышим, да, импульсами называется песня. Итак, премьера в нашем эфире. Давайте, ребята. Объясни, как я залипла на тебя. Ты совершенно не похож на привычный мой типаж. Посмотри, как сильно ты влюблен в себя, пахнешь домфортом, любишь сошь, интересный персонаж. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, не хочу ничего менять. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, достаточно сейчас. Прочитай, лишь по движениям моим, встретились мы не просто так, наслаждение не греет. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, не хочу ничего менять. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, достаточно сейчас. Поцелуй меня так сладко, чтобы летали бабочки. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, не хочу ничего менять. И пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, достаточно сейчас. Пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, я чувствую тебя, и пульсами тела, не хочу ничего менять. Но что с того? Я той же монетаю платить не намерена, и если за мной последний ход, тебе слишком многое было проверено, но всё пройдёт. Не обещай любить, не обещай всерьез Если не можешь даже моих сушеньких слез Не обещай любить, не обещай мне звезд Эти осколки солнца, словно осколки моих грез Если не можешь даже моих сушеньких слез Пытаешься вычислить мои неизвестные, но все не впрок Спасать больше нечего, купюры все мечены Такой урон Искать не советую, меня больше нету там Где была еще вчера Тобой несогретая я с этого вечера стираю номера Не обещай любить, не обещай всерьез Если не можешь даже моих сушеньких слез Не обещай любить, не обещай мне звезд Эти осколки солнца, словно осколки моих грез Эти осколки солнца, словно осколки моих грез Не обещай любить, не обещай всерьез Если не можешь даже моих сушеньких слез Не обещай любить, не обещай мне звезд Эти осколки солнца, словно осколки моих грез Не обещай, внимания коллеги Я напомню, что у нас в гостях не просто певица, а педагог Маргарита Муратовна, скажите, пожалуйста, как идет подготовка к учебному году? Слушают ли сейчас подопечные, ученики? Воспринимают сейчас авторадио? Я думаю, что они сейчас готовятся к одному очень большому выпускному нашему Который пройдет в Нижнем Новгороде Называется, но на базе проекта Dolina Fest Поскольку я педагог Академии Ларисы Александровны Долиной И буквально завтра выезжаю в Нижний Новгород Для того, чтобы принять участие, быть в числе членов жюри И, естественно, готовить, точнее провожать своих подопечных в добрый путь То есть они у вас летом учатся, что ли, получается? Летом выпускной? Нет, у нас просто выпускной такой А, просто такой вот выпускной Далее отдохнуть, а потом уже выпускной Они там ставят спектакль, у них все очень серьезно Очень много дисциплин классных, которых, в общем-то, нет больше, мне кажется, ни в одном вузе Здорово Слушай, расскажи вообще о том, какую роль в твоей судьбе, в твоей работе, в твоей карьере сыграла Лариса Александровна Ой, это огромная роль, потому что Лариса Александровна, она моя путеводная звезда Потому что в числе именитых мировых звезд, на которых я училась петь, Лариса Александровна занимала почетное, очень высокое место И ее песни, мне кажется, все, которые знала и могла как-то достать, я их пела, исполняла, в том числе в конкурсах, концертах Поэтому она сама не знала, что она была моим учителем, так можно это назвать Ну а как произошло знакомство-то? Вот так я подошла на одном мероприятии, причем это случилось вот три года назад Всего лишь? Да, ни разу, вот как-то судьба не сводила нас И вот именно в 21-м году так случилось, мы были на одном мероприятии, но я не удержалась И подошла и сказала, я знаю половинку и вот пополам небеса Знаете, она уже знала обо мне, потому что мои песни исполняли абитуриенты очень часто И студенты брали мои песни в свой репертуар И поскольку Лариса Александровна, она той формации, артист, который обязует произносить, точнее называть авторов песни То каждый раз, когда произносили, вот сегодня прозвучала песня «Люблю» Одна из таких любимых, вот такая тавтология, любимых студентами, учениками, вокалистами И когда в очередной раз музыка и слова Маргариты Пузоя Кто так? Талантливая, типа талантливая, автор хорошо песни пишет Потом уже, в общем, мы с ней познакомились Ты подошла и сказала, так, вы знаете, я тот самый талантливый автор, который хорошо пишет песни Я могу быть талантливым педагогом в вашей академии Для меня была неожиданность, когда Лариса Александровна пригласила меня педагогом быть в ее академии Но это была безумно приятная новость И я, конечно, согласилась абсолютно Ну, тогда покажи мастер-класс, ведь ученики сейчас слушают все-таки, равняются на педагога Пусть они там танцуют и расслабляются под следующую песню, если я правильно угадала ее, да? Да Я нарисовала тебя себе таким красивым Но давала слово мне влюбляться сильно Вот и появился как сон И в моей прежней жизни все перевернулось вверх Но, ну, какой красивый Мама говорила, от красивых жди беды Но я не привилась от такой любви И по ее теории шансов просто нет Я сдаюсь в твой плен Думать ни о чем не могу, когда со мною близко бережно дыхание ловлю Я где-то в зоне риска, как из прошлой жизни флешбек Я видела все это, словно сериал HBO Но герои кинолеты Мама говорила, от красивых жди беды Но я не привилась от такой любви И по ее теории шансов просто нет Я сдаюсь в твой плен Шанс и румен Шат Сирун Эс Это очень я люблю На самом деле, это такая Каламбурчик такой Почему она говорит без акцента? Ну, помимо Арарата Мы теперь хотя бы еще несколько знов Арарат Гуптур! Да ты что? Да, у меня глубокие познания в футболе Маргарита, свои люди в коллективе Маргарита Пазаяна у нас сегодня в гостях Единственное, о чем я сожалею Это то, что мы не познакомились чуть раньше Потому что 5 марта у Риты в Градском холле Состоялся большой сольный концерт Это было в этом году Первого, первого А я сказала какого? Ты сказала пятого почему-то Тоже на П А, пятого! Да, пятого был другой концерт Первого марта Да, первого марта состоялся этот концерт Какие у тебя ощущения, воспоминания? Шикарный На самом деле, концерт можно посмотреть Я его периодически выкладываю в свои соцсети Да, да, да Он был очень насыщенный Мы классно готовили его Очень долго И основательно Это, конечно, была такая работа проделана Огромная И было очень много людей Они так, знаете, так долго не отпускали После каждой песни Это было невероятно трогательно Ну и как строится твоя программа? Сколько собственных песен? Сколько каверов? Звучит ли Уитни Хьюстон, допустим, на концерте? Это, наверное, единственный кавер Который звучит в моей программе обычно И я не стесняюсь Потому что уже Я это часто говорю в интервью Я не разделяю этот репертуар Потому что это настолько песни В которых моя органика И у меня песни Уитни Это самые желанные на самом деле То есть у тебя это практически певица номер один получается Ну и западных звезд Ну да, будем считать так После Долиной Да, будем считать так Долина отечественная Долина отечественная Ну потрясающе Давай, знаешь что? Наверное, маленький анонс сделаем Что концерт твой сольный будет в этом году еще Да, предполагаю, предположительно осенью Предположительно осенью Следите за офисами, следите за соцсетями Да, и на сайте, конечно же Информация сразу появляется На моем официальном сайте Поэтому милости прошу, заходите Хорошо, но сейчас в завершении Еще одна композиция Маргарита, презентуй Перепишем звезды Такие вроде бы простые слова Я не знаю, как ему их сказать Что мое сердце пылает огнем Мысли все только о нем Не сбежать, не повернуть вспять Укутаться в объятиях крепких твоих И разделить этот мир на двоих Поцелуем утренним нежно вбудить Рядом с тобою быть Тебя одного любить Давай мы перепишем звезды А вдруг еще не слишком поздно И в этом мире место есть для нас Я больше не ищу спасения А вдруг твое прикосновение И я тону в плену твоих глаз Давай мы перепишем звезды А вдруг еще не слишком поздно И в этом мире место есть для нас Я больше не ищу спасения А вдруг твое прикосновение И я тону в плену твоих глаз Моих глаз Еще не поздно Еще не поздно Нет спасения Нет спасения Нет спасения Нет спасения Нет спасения Давай мы перепишем звезды А вдруг еще не слишком поздно И в этом мире место есть для нас Я больше не ищу спасения Оно в твоем прекрасном вере И я дам вину твоих глаз Такие вроде бы простые слова А я не знаю, как ему их сказать Так, мы ничего переписывать не будем Все это было в прямом эфире, друзья мои Живой звук Маргарита Пазаян Спасибо огромное Какой звук, а? Очень приятно было познакомиться Очень взаимно Спасибо огромное за приглашение Спасибо музыкантам Спасибо музыкантам Вот такой у нас медовый спас сегодня случился Красивый Очень красивый, да, и очень сладкий Друзья, все, на этом ставим точку Завтра встречаемся, как всегда, на Авторадио в 6 вечера В шоу Мурзилки Лайв Добро пожаловать Счастливо Пока Вечернее шоу Мурзилки Лайв На Авторадио Счастливо